Доброй ночи, дорогие друзья! Последний матч-ап на сегодня и по-прежнему Оверпасс. Мы с вами увидим Вичи Гейминг против команды Энерджи, по-прежнему студия РУХА, по-прежнему Александр Закарагин-Менко и Андрей Анишар для вас будут работать на этом последнем матче сегодняшнего первого дня. Да, первый день выдался как два последующих, я так полагаю, ведь действительно по интересу противостояния, по тем результатам, что мы получаем в итоге, этот день точно надолго всем запомнится. Друзья, Оверпасс снова, Вичи Гейминг и Энерджи и Спортс, и выход куда плент. У Кейза с компанией есть уже первый минус, забирают они Бригзи, дали размен от Итана по Кейзу, и Жолкинг пытается с головки Камазик отработать, и да, кстати, у команды Энерджи и Спортс была ситуация большинства, но теперь Фагли один на один. Фагли, да, действительно, один на один, не самая простая для него ситуация, но нужно подобрать бомбу и нужно ее поставить. Возможно, даже отыграть как-нибудь сверхидеально, сверхинтеллектуально своего оппонента. Ой, какая пулечка сейчас по Омону взлетает! Мы все знаем прекрасно, друзья, что на таких дистанциях, больших, как раз-таки Юсп должен действительно быть более удобным девайсом для реализации стрельбы, но вот мы видим, какая пулечка хорошая от Фагли взлетает, бомба устанавливается, и под эту бомбу будет уже разыгрывать клач. 37 хп против 16, есть информация по Омону, врывается и убивает. Андрей, дружище, дорогой мой, если несложно, опять же, чуть-чуть, чуть-чуть вот снизь скорость своего таймера. 15, 14, 13. Вот у меня теперь постоянно секунду даже, вот так вот, да. Ну, 1-0, друзья, Команда Энерджи забирает, в общем-то. Это хорошее начало для них. И самое, что, наверное, любопытное, это начало за атаку, потому что мы видели, что на карте оверпасса, вот два матча, по которым игрались только что на оверпассе, параллельно с нами шел матч Клауд Найн против Команда Тайлу, там также ребята с защитой взяли очень много раундов, за атаку были проблемы, а вот здесь Энерджи начинает очень неверно уже за атаку, поэтому дальше идёт, правда, Фриман, какой хороший фраг по АЦР-ку. Ну, в общем-то, да, он очень хорош, и уже 5-4 большинство за коллективом ВИЧа Геймера. Эдванд хочет подобрать фармган, прямо так и тянутся ручонки, но он его забирает и уходит назад. Попытка от Аумана прострелить стенку, и фармган достается именно Ауману. Как ни странно, подстатка для Итана. Итан тоже отлетает от Фримана. По-моему, Фриман это вообще какой-то... Как это называется там? Кормилец. Команда ВИЧа Гейминг подувается, но так точно. Но это только 2 фрага. Нужно ещё найти 3 по фагле, по Дапсу и по Бризу. Вот в чём проблемка. Откидывается смачка на девятку. А тут заходят Джокинг, просто убивая Дапса. Но вот чёт Энерджи прям подзалили. Второй раунд, на самом деле. Ну и похоже, что... Неужели ВИЧа Гейминг так просто возьмут Форс? Самое, что интересное, то есть это, во-первых, Форс. Наверное, стоит отметить для начала именно это. Ну, а во-вторых, стоит отметить, что уже 2 в 5. И можно, наверное, даже насейфить. Я не знаю, что тут будут делать ребята из команды Энджи. Реально сейфят похоже, что... Потому что, ну, вот так вот просто отдались. Это прям беда, на самом деле, для коллективов. Ну и вот 1-1. Ловкость рук и никакой магии. Фриман только что доказал, что даже с деглом и армором можно решать вопросы на раз и на два. В общем-то, смотрелось это действительно красиво. Осталось лишь только закрепить парочкой байраундов и показать нечто подобное, что нам довелось видеть в матчапе Энс. Против G2. Техническая пауза очередная у нас прожимается от команды ВИЧа Гейминг. Ну и здесь я ожидаю закуп от команды Энджи. Должен он здесь быть в любом случае с двумя девайсами. Также будут какие-то там деглы. Чешки, может быть. Ну и опять же попытка будет от них на этом третьем раунде перевернуть также игру, потому что против них играют, ну, грубо говоря, фармганы, которых тоже можно найти с того же самого Калаша, с подобранного даже, возможно, своего тиммейта. Ну и отыграть в большинстве и забрать этот раунд. Все, на рейде у нас пишут господа, это очень здорово, что мы прям сильно не задерживаемся, не смотрим, потому что, друзья, уже полтретья в московскому времени. Напомню, что по графику мы должны были этот матч начинать в 11.30. Ой, да ладно тебе, сколько бы времени не сидели, все равно получаем множество эмоций. Контер-страйк, действительно, штука не забываемая здесь. Любой матчап на вес золота, не знаю, как на основной трансляции. Ну, как минимум, как минимум, все, что видим мы с тобой сегодня на наших матчапах, это действительно и крутые камбэки, это и действительно крутые хайлайты, и борьба, и даже языкатка. Ну, это просто мажор, это праздник, друзья, мы действительно ждали этого очень долго, и вот оно наступило, целый месяц прекрасного Контер-страйка, в общем-то, нам обеспечено, поэтому уже вот такое вот начало, и с интригами, и с сенсациями даже, в каких-то матчапах, разумеется, не без этого, но и за это как раз-таки КС и любим, друзья. Один в один закуп есть, точнее, один-один закуп есть от команды NRG, три пистолета докупаются, это 2 по 250 и Чешка Ацерка, здесь нужно действовать именно от девайсов, от Калаша Фагли и от Галила Бриза. Кейс немножко спалился, Жокинг также спалился МП-9 своим, даже немножко подгорел, в итоге ему нужно отойти дальше, и 50 кп просто со всех, на самом деле, кого угодно получил, и нужно ему просто немного отходить. Но тут Приман, хорошая позиция, Бризу нужно заходить, хороший тайминг ловить для себя, и ловит Фагли, убивает Фримана, насколько сейчас не повезло, и по адвенту есть информация, она также перестреливает, но Оман правда перестреливает Итана, и ситуация хорошая для команды NRG, неужели у нас тут продолжатся Качели, но тут Фагли, хорошая позиция, ему не нужно пикать, и команде NRG просто нужно немножко успокоиться, занять позиции, очень хорошие позиции для них, и здесь в команде Вич и Гейнг просто можно уходить на сейв, чем они и занимаются, второй раунд NRG забирают. Вот Качели, друзья, похоже, что нам здесь с вами обеспечены, но и вот в идеале никого не терять в команде NRG, потому что денег там также нет, как и у Вич и Гейнг. Небольшой, ну, грубо говоря, ресетик, понятное дело. Сколько там, немного денег накинется сверху, но я более чем уверен, что это будет закуп, потому что здесь коллективы закупаются в поисках той самой серии против своих оппонентов. Ну и вот Джокинг находит еще и Церка, 600 долларов все забирает, да, даже тропнет девайс. Более того, по идее, должен быть хорошая закупочка у команды Вич и Гейнг. Уже далеко не в первый раз команда Вич и Гейнг получает по головам за то, что слишком открыто пытается откинуть гранаты, не встать какой-то в сейв, закрытую точку. Они вот в этом опенфилде стоят, думают, эх, сейчас как откину гранату, так и стена такая, значит, железобетонная возведется. А вот ничего подобного. И команда Energy Sports этим и пользуется, по большому счету. Сейчас бы базу они закрыли только лишь благодаря тому, что Фриман был не готов к приемке. И вот очередной бай попадания от Киза со скаута по цирку в фуллблайнде. Вот это вау. Ну, что-то прям вакейшный момент небольшой. Был бы АВП, это был бы фраг. Ну, с АВП ты так мобильный не проделаешь, в общем-то, работу. Но да, цирк уже 0-0-3. Цирку бы тоже желать на АВП взять. Мы видели, как он сегодня на нюке отлично отыгрывал именно с этого девайса. Ну, а пока по себе получает хорошую порцию урона. Ну и команда Energy откидывает молотов. Это был Бриз, прям ровно в смоку. Здесь команда Вичи Гейминг была на шаг впереди. И тут... Ой-ой-ой, Бриз зачекал Жокинга. Сейчас очень важная перестрелка в ЛА. И, в общем-то, Жокинг оказался слабейшим в этой перестрелке. И Бриз делает фраг. И дает не только информацию, но и преимущественное большинство для своего коллектива. 5-4. Есть скаут, есть Фомас, две винтовочки. Но по-прежнему Energy в большинстве. Видно, что Бризин может сейчас попытаться как-то открыть Алонг. В его направлении скаут, опять же таки, в лице Кейза пытается как-то отрабатывать. Кейз очень часто фаззумит. И у него это неплохо получается. На дуге у Аумана встреча с Вагли и с Итаном. Но в итоге Кейз промахивается. Не так, как хотелось. Попадает по Итану. Еще одна попытка поставить голову. Но в попытках попасть в голову уходит назад в банк. Подсадочка для Эдванта. В итоге Фриман наверху. И получает по голове моментально еще и подсадивающего игрока. Также заливает церк. Минус от Кейза по Бризи фаззумом. Но разлина Депса. 3-1 Energy. Снова продолжает вести в счете. Я тут что заметить хотел. То, что команда Вичи Гейминг сегодня играет только лишь второй матч. И второй матч опять же отыгрывает на карте оверпасс. То есть первый же матч они отыгрывали также на оверпассе против команды ФНАТИ, где одержали победу. И сейчас тоже. И вот вспоминая, что делал у нас Кейз со знайперской винтовки. Скажем так, в начале он не попадал. То есть у него были проблемы. А вот потом, когда он перешел за сторону атаки. Он начал действительно делать хорошие вещи. И выровнялся плюс-минус по счету. Но сработает ли это также с командой Energy? Вопросы очень хорошие. Потому что мы видим, что ФНАТИки отлетели даже от команды Винстрайк. То есть, ну, видимо... Даже. Неправильно сказал. Как бы сказать... Ну, не знаю. Но, по сути, это так. То есть... Команда ФНАТИК в целом-то являлась фаворитом. Ты понимаешь? Нет. Я Винстрайк-то сам поставил в пике на проход. Если бы я не считал команду Винстрайк сильной командой, я бы ее и не ставил. Я вообще за СНГ топлю двумя руками и ногами даже иногда. Вот. Но в том-то прикол, что ФНАТИки действительно ехали сюда закрывать 3-0. А в итоге сейчас оказывается за счетом 0-2 в самой... Не самой лучшей позиции, скажем так. Поэтому... Ну, ВИЧ и Гейминг выиграли ФНАТИК. Но смогут ли они здесь что-либо еще показать? Вопрос хороший. И в любом случае против них сейчас очень серьезный оппонент. Луфт на Монстр. Приемка от Фримена. В этот раз он без гранаты в руках. Но они все равно не уберутся справиться ни с одним, ни со вторым. Церкит Н3 минуса по точке базы Б. Жокинг также на хелпе постарается как-то быстро отработаться. Один минус от него по адепсу. Но бомба будет установлена. И Кейс уже, в принципе, должен укатывать на боковую. Четвертый раунд. Энерджи забирают. 4-1. Ну и вот после таких небольших качель все-таки мы видим, что Энерджи оказывается сильнее. В рамках этих самых качель. Взяли они серию из парочки раундов. Ну и тут Кейс также отваливается от Бриза. 4-1. Ну и вот, в общем-то, будем мы с вами... Что интересно, Энерджи переграли Винстрайков. Так. А Вичи Гейминг переграли Фнатик. А Винстрайк переграли Фнатиков. То есть, это очень интересная закономерность. И самое, что интересно, два из трех матчей проходили на оверпассе. Вот теперь не думай, что делать с этой информацией. А я продолжу. Слишком много оверпасса. Слишком очень много. Кстати, на самом деле, действительно, ну на сегодняшний день это точно самая популярная карта. Ну а кто знает, может быть и... И Нюк. Ну, Нюк даже меньше. То есть оверпасса сыграла. Сыграла намного больше, чем Нюк Кецкого. Ну, я помню Нюк от Спирита Фенса. Помню Нюк Энерджи Винстрайк. И все вроде. А тут нас четыре. То есть сейчас этот матч, первый матч. И еще на прошлом... Два матча параллельных тоже были оверпасс. А то, может, еще какой-то я пропустил. Вот. Ну, пока у нас шестой раунд, друзья. Также девайсный. Есть ВПО Кейза. Который должен сейчас не промахиваться. Потому что нельзя промахиваться. Но все-таки промахивается не самая уверенная. Хорошая ситуация была для него. В любом случае, попытка не пытка. Сделал выстрел и отошел немножко подальше. Ох, ну давай, завози, как говорится. Завози, Итан. В принципе, могут сейчас неплохо разойтись. Но, опять же, они ведут еще там 4-1. Очень главное сейчас, вот не торопясь. Тоже самое, Аплент подготавливает. Да, Кейз неоднократно играет агрессивно в этом направлении. Быть может, даже стоит на размин выходить. А ведь только таким образом удастся без проблем разбирать. Но Итан хорош. Два минуса без особой потери. Еще и на Ауман, тут Ауман, конечно, хэдшот машина. На третьего уже здесь не хватит. Жокинг, попытка на столицемент. Фагли улетает. Два в два. Как быстро у нас вообще развивается раунд. И сейчас нельзя подставляться. Потому что там сзади заходит Бриз и... А, очень важный фраг делает по Кейзу. Остается Жокинг последний. Он сделал один фраг. Дапс, куда ж ты идешь, дружище? Здесь тебя найдут, разумеется. Есть информация, что самое интересное по Бризу. И бомба-то стоит, ну, скажем так, хорошо. Но диффуз китов нету. И Бриз все-таки перестреливает Жокинг. Здесь Жокинг сделал даблкил. Указалось на уверенность, что он сейчас выйдет. И перестрелит своего оппонента. Но все-таки Энерджи. Забирают пятый раунд для себя. Опять один. Хорошая попытка от Вичи Гейминг. Но, опять же, напомню, что они были в большинстве. И все-таки не смогли реализовать большинство для себя пользу, чтобы выиграть раунд. 5-1. Едем дальше. Счет пока. Ничего хорошего не сулит для команды Вичи в защите. Хотя, по результатам предыдущих матчей можно было бы сказать обратно. И-то действительно... Я очень сильно боюсь, как бы у Вичи не произошел полный разговор. Развал ведь. Ждали они долго своего матчапа. Верно, ждали. А Энерджи только лишь начинает разогреваться. Ну, не знаю. Не думаю, что это так работает, что прямо они долго ждали. И из-за этого они показывают не самую лучшую игру. Сыпется какими-то местами. То есть, не всех удается там перестрелки в Бомбай-Ван. Ну, это соперник сложный против тебя играет Энерджи. Опять же, да, был бы другой. Возможно, и не сыпались. Тут и на стрельбе. И, в общем-то, все-все-все красиво. Я, если честно, очень жду матч Энс против команды Энерджи. Вот очень хочу. Прямо надеюсь, что жеребьевка поставит их. Это прям, знаешь, вот прям изюминка. Заруба. На самом деле, заруба. Самое, что интересное, будет же Бо-3 в следующем матче. Так как выход в следующий тур. И вот в следующий этап. И вот посмотреть кем против Энерджи, это просто будет очень круто. Ну да, 2 Бо-1, у кого 1-1. И минус также для Фагли по жоукингу. Олман. Попытка ворваться на этот мид, но ничего хорошего он пока не приносит. Фагли ускакивает на дугу и вообще ротацию под Бо-1 оформляет. Команда Энерджи и не прогадала. Олман вместе с Фрименом остаются последние, но они вне позиции. Есть только калашников у Олмана. Ну и Диггл также есть у Фримена. Но тут вот Фагли, он стоит на позиции, никуда не торопится. Никуда не будет выходить, но мне кажется, у Олман тоже никуда не будет выходить. Да, уходит на лангу, здесь в идеале ему засейвить. Девайс, но у Фагли 22 хп, он отсюда тоже никуда не уйдет. Поэтому все, наверное, закончится так, как и есть на данный момент шестой раунд. Команда Энерджи заберет. Но вот Фримен в идеале-то ему кому-то какой-то фраг еще найти. Но я не думаю, что здесь Энерджи тоже куда-либо пойдут. Олман уже все обошел, правда. Все-таки пулю получил от Фагли. Как он старался, как он обходил своего оппонента. Но все-таки Фагли трипл килл для него в этом раунде. Ну и вот вам шестой 6-1 Энерджи очень уверен. Все очень круто складывается для команды Энерджи, да. Действительно, вопрос прохода там, да, еще каких-то просто контроля карты. Да и энтри дуэли выигрываются с очень большой вероятностью. Команде обороны нужно просто отказаться, возможно, от идеи каких-то агрессивных плейев. Да, кейс хорош и нередко делает оппон. Но потом по позициям начинается какая-то полная бредятина. И желательно отказаться от каких-то лишних телодвижений. В пользу того, чтобы ваш диффанс смотрелся более железобетонный. Так и есть. И вот Вичи Гейминг решают пропушить у нас точку, которая называется Фонтаны. Занять именно ее. Ну и попробовать попытать счастье. На самом деле вот тут Оман смотрит на все позиции, решает, что лучше не подставляться. И отойти немножко дальше. Церк с авиком. О чем я и говорил. И вот правда Жокинг здесь находит его быстрее. Жокинг делает так. Так вот, Жокинг действительно стоит, наверное, его отметить из всего коллектива Вичи Гейминг. Потому что именно он очень большую работу проделывает уже на этом оверпассе. Я вот быстренько на таблице открою. 10 на 5. Ближайший это кейс 3 на 5. То есть, скажем так, очевидно, что Жокинг здесь является керрием своего коллектива. А, открылся там Итан и сделал фраг по фриму. Ну, 4 в 4. 55 секунд. Вот у Энерджи пока что нет проблем именно с таймингами. Что мы видели на прошлой карте у G2. И у команды Энс иногда. Они знают время, на которое нужно заходить. Ну, и будут заходить именно на это время. И вот сейчас понимаю, что 40 секунд уже поджимает время. Нужно заходить на Б-Плэнд. 35 секунд. А тут как раз-таки Оман на позиции. Получит, возможно, флешечку себе. Ну, и будет принимать свои тиммейты. Но только одного. Одно ХП у Итана. Минус от Итана на размене. Но ситуация действительно плачевная. Да, возможно, и ты, ну, даже было желательно кинуть ИВП на трёхочковые. Бам! И бомба должна быть не успела. Вот в чём проблема. На самом деле, даже если бомба была установлена, очень маловероятно, что Дэпс бы смог подащить клач 1 в 3. Не то, чтобы я не верю в Дэпса, но снайперская винтовка это явно не его. И одного-двух забрал бы, но с третьим 100% бы не справился. Кто знает, но мы уже не узнаем. 97 на 3. Очень много матчей, кстати, у нас сегодня именно с таким подавляющим преимуществом. Было только два матча, которые были очень близки друг к другу. Это у нас команда G2 против команды Веги. И как раз-таки Энсы против тех же самых G2. Остальные все мы вот матчи видели как-то разгромно. Где были Фнатики против Вичи Гейминг, где были Фнатики против Винстрайков. В общем-то, везде абсолютно коэффициенты у нас достаточно превалирующие, описывали фаворитов. Ну и работа продолжается. 4 калаша плюс ВП для NRG Sports. Никто, конечно же, не расслабляется сейчас. В принципе, взять еще раунд двайсный к себе. И у Вичи Гейминг будет резид экономики. И потенциальный провал по раундам. И атака сможет добраться минимум до победы в первой половине. Так и есть. Итан. Ой, как переводится жестко по адвенту. Да, очень красиво нашел сейчас голову. Ну и вот этот флик, он может также сейчас команде Энджа принести раунд. По-прежнему 5-4 уже большинство. Итан здесь с калашником пытается найти еще кого-либо. Вот видно, что чувствует игру. Прям чувствует. Не боится никакую позицию. Отходит. Находит кого-либо. И вот тут Олмана еще могут найти. Нужно ему отойти. Итан по-прежнему, смотри, очень уверенно отыгрывает. Стоит, ждет позицию. Не боится, что ему выйдет и поставит кто-либо. Голошот! Вот потому, что он вот это творит. Вот потому, что он просто заходит, убивает двоих. Ну почему команда Вичи Гейминг не готова к Итану, если он делал фракт на этой же позиции? Ну почему? Вот в чем вопрос. И команда Энджи уже большинстве 5-2. Здесь такое не тащится. Нужно уходить на сейв. И это седьмой раунд за коллективом Энджи. Фагли пошел на отрез своим соперникам. Кейс уже попытку, скорее всего, на коннектор Репиката оформит. Попадает на минус 68. И далее забирает Фагли. Но в охоту отправляется Бризи, который забирает Джоукинга. И теперь за Кейсом дорога заказана. Ну вот, не знаю, сможет ли Кейс здесь остаться в живых. Вопрос прям очень хороший. Но его тут зажимает Итан. Итан уже сделал трипл килл. Но за четвертым не полезет. Кейс тоже молодец. Трипл килл сделал. Но четвертого также не убьет. Седьмой раунд. Каман Энджи забирает. Один раунд остается им до того, чтобы уже они выиграли первую половину. Но и не забываем, друзья, что это у нас сторона атаки. То есть именно за атаку у нас наибольшие проблемы возникало на карте Оверпасс. Ну вот Энджи очень уверенно начинают. И я думаю, что дальше также будут именно в таком темпе играть после своих оппонентов. Ну если подумать, опять же таки была история и с Нюком. Да, хороший старт на Нюкет, это сайт. Потом небольшие проблемы, турбулентность, так сказать, и раскачаться удалось в конечном-то итоге. Но карту Оверпасс тут действительно ты прав. Атака, она должна быть такой вот не всегда доминирующей. Но если удается брать много раундов, то с защитой вопросов обычно не возникает. Бриз открывается, находит фраг по адвенту. Там, правда, с юз помки взрывается. Наносит неплохо так дамага по-другому, по-другому. Итан, Итан, Итан. Он просто трипл килл от него очередной. Цирк хоронит, 8-2. Но этот раунд вообще вот действительно без каких-либо возможностей для команды Вичи Гейминг просто и легко отдается. Есть уже первая половина для игроков команды NRG. Осталось просто досмотреть первую половину и посмотреть, с каким счетом все-таки она закончится. Потому что явный победитель, так или иначе, окажется командой NRG. Слушай, я так сказал. Я представил, что NRG выигрывает мажор. Так. Это, конечно, очень сложно представить, да, на минуточку просто. Ну почему? Почему бы и нет? Команда NRG очень сильная. Единственное, что там ястрали. У них есть один не очень приятный момент, о котором я распространяться не буду. Но все, я думаю, так прекрасно иногда понимают. Да, Итан, тут умирает не от хаешки, а от фармгана. Плюс денежка. Да, плюс денежка, но помимо этого нужно забрать еще четверых, чтобы выиграть раунд. А не только была плюс денежка. Ну и давайте, давайте смотреть за этим одиннадцатым раундом. В любом случае Вичи Гейминг нужно забирать здесь Максим, который дает им команда NRG. Потому что, скажем так, пока душит, прям очевидно душит команда NRG своих оппонентов. Кейз будет отыгрывать здесь на мусорке. Нужно сейчас Дапсу как-нибудь перепрыгнуть. Или под флешку зайти как раз-таки и сделать фраг по жокингу. А вот по кейзу фраг сделать пока что не удается. 4-3 по-прежнему большинство за командой Вичи Гейминг. У церкви хорошая позиция. Но вот ждут ли там игрока Оумана, который уже подпушил с юмпом. Сделал фраг еще и по бризу. Так, по трупику еще настрелял даже неплохо. Но все-таки похоже, что Вичи Гейминг себе трешечку уже заберут. Да, 3-8, друзья. Тем, пока, ну скажем так, хотя бы один раунд еще ребята из команды Вичи Гейминг забрали. Ну, 3 раунда за сторону защиты. Ситуация не страшная. В принципе, можно работать. Очень даже штатная. Но Energy Sports поставили бомбу. Они снова дали глоток свежего воздуха и надежду Вичи Гейминг на то, что те смогут построить свою защиту, свою грамотную оборону. Но экономика может резетность. Тем более, что у них я только наблюдаю две снайперские винтовки. Если одну из двух щелкнуть, пройти на один из плентов, то, в принципе, неплохой план-то вырисовывается. Наповед. 2 ВП. У Кейза. Юфримана Брюст. Тут просто никого. Вообще ничего. Никого ничего. Вот так вот. Никого не замечает. Просто сдувает людей Брикзит. Да, да, да. Да, да. Кейз последний против четверых команды Energy. Друзья, забирают вот такой вот легкий девятый раунд. 9-3. Ну, похоже на... Похоже на девяточку. Похоже на ресет. Похоже на десяточку. Если Кейз еще не засейвит, так это вообще будет грустная история. Эх. Ну что. Да, 9-3. Кейзу нужно пытаться засейвить. Но здесь Energy уже должны выезжать прямо здесь, прямо сейчас. И пытаться... Да, что-то тут пытаться. Тут Деп заходит сзади, убивает. Возьмем для снайперскую винтовку. Цирк уже приобрел это дело. Так что вторая в атаке и не нужна вовсе. Идеи от экономики снова. То есть, ну да, был какой-то баланс там от команды Vichy Gaming с предыдущего раунда. Но этого мало даже. С добавочкой за проигрыш одного. И вот это все. И вот это все, конечно, грустненько выглядит. Ну, Energy Sports. Это Energy Sports. А Vichy Gaming это Vichy Gaming. Хотя, казалось бы, Vichy обыграли в начале сегодняшнего игрового дня FNATIC. Так и есть. Ну и, в общем-то, десяточка, похоже, что будет сейчас на табло у нас у команды Energy. Если здесь Vichy Gaming что-либо не продемонстрирует невероятно жесткого, давайте за этим также понаблюдаем. Есть две ЦЗшечки. Есть Юспик у Жокинга. Ну и сейчас как раз таки с этими девайсами что-либо попытаются сделать. Но тут просто в целом три раунда остается. Как бы то ни было, здесь ребята из команды Energy должны, ну, банально закрывать своих оппонентов. Потому что, ну, денег предостаточно. Даже если они проиграют два раунда на третий, все равно будет там 8000 у Церка, 7000 у Дапса, шестерочка у Итана. Но в целом-то сейчас они не должны проигрывать раунд пистолетом. Хотя Жокинг вместе с тиммейтом ловит хорошие тайминги и пытаются проаркадить сейчас коннектор. Смотрите как. Итан, да, уже. И снова Итан на базе B шалит и падает Жокинг. Уже ситуация 5-3. Итан продолжает собирать урожай. Урожай летит к нему сам в руки, но Итан уже говорит, я больше не хочу. Два минус на B я взял, отойду, а вот еще два сверху, пожалуй, за первый столик. И так оно и получается, кейс последний на миде. С ЦЗК без Кевлара. Что ему делать? Сейвить цзку? Может быть, все-таки давай сейвить кейс. Как насчет АВП? Не хочешь? Хочешь сладких апельсин? Ну, да, 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 апельсин в голову прилетает. Ну, и вот уже десяточка у нас для команды NRG. Ну, и... Что уж тут сказать? Сказать то, что остаются последние два раунда на первой половине. Либо 12-3, либо 11-4, либо 10-5. Как не посмотришь, грустная история для команды. Вичи Гейминг, объясню почему, потому что они за защиту та самая сторона, которая на Оверпассе у нас сегодня превалирует. И забирает достаточно много раундов в свою пользу. Ну, а пока что, друзья, давайте глядеть, как у нас пройдет 14-й раунд. Здесь есть два фармганчика, есть АУК и две винтовочки. Также прекрасно. Команды Вичи Гейминг именно с этими девайсами они постараются взять хотя бы четверочку себе на первой половине. Фриман. Фриман на самом деле сейчас вместе с Эдмандом должны разводить Итана. Должны, но как же на деле Итан в кои-то веки не справился с оппонентом раз на раз. И у команды NRG Sports возможно именно в этом раунде за отсутствие минусов от Итана ничего и не получится. Очень бы хотелось в это верить. Ну, давайте смотреть. Да, Брис сейчас будет заходить в туалеты. Здесь кейс. Его ждет без проблем. Но дождется ли? Вот в чем вопрос. Я не уверен. Потому что Брис решает немножко в другую степь. Пойти, как и Фагли. Не хотят они на кейсы напороться. А вот кейс очень хочет. И как быть там сейчас Дапс... Ну, Дапс он здесь должен забирать. Здесь бомба падает. Но уйти ему получится ли? Вот в чем вопрос. Не особо его загоняют на самом деле. А вот два игрока на ланге могут не ожидать и не ожидают джокинга. Который находился ближе, чем думал сейчас Брис. 4 в 2. Но вот шанс для командующей гейминг взять четверочку уже. Но и с этой четверочкой пойти любоваться на последний раунд первой половины. А там на базе Б товарищ Фриман расселся и делает раз-минус-размен от цирка. Цирк тебе нужно ставить детонатор. Детонатор цирк не ставит. Детонатор цирка убивает. Детонатор раунд не выигрывает, к сожалению. Если бы вот буквально одну секунду было больше, он бы успевал поставить бомбу. Ну, нужно было убивать человека в халпе и ставить бомбу. Надо было попробовать. Люди привыкли ставить на четвертой секунде и уже когда ты начинаешь с льббок, у тебя как раз на тройку. Но нет, ты не можешь на тройке, когда ты видишь уже тройку на табло. Ты не можешь подумать, что это 375. Не можешь. Физически. Не можешь. Ну, давай, смотри, ладно, это. Снова врывайся на базу и смотри. Вот, это же дело все одно и то же. Да, вроде бы как их выпускает вичи гейминг на плент. Закидываются две флешки, какие-то там смоки. И при всем при этом вичи гейминг даже выстрелить толком не успевает. А почему так происходит? Опорники бы плента. Уверенно, ребята. Уверены в свои атаки. Ну, это атака реализуется на все 100%. Здесь Брис пропускает Омана. Продает немножко свой тиммейт, но это абсолютно неважно. Все-таки есть последний против четырех. Он здесь никак не затащит 11-4. Энерджи забирают один... Куда ты сэйвить пошел, что ли, кейс? Нет, на девятку. Позицию меняет. Ну, и умирает от Бриза. 11 раундов за атаку от игроков команды Энерджи. Ну, друзья, это жесткое. И это похоже на правду. На самом деле... 1, 2, 12, Эдвант. Ну, что-то не пошло. Вообще не пошло. То есть вообще-вообще и сейчас пауза, которая для вичи гейминг. Четыре раунда за защиту. Вообще вот, если вы хотите сочные аналитики, то я могу сказать, уичи гейминг есть реальный шанс отыграться за атаку, но это будет стоить им очень дорого. Потому что вот это последняя катка на сегодня. Очень много сил за весь день уже потрачено. У ребят не получалось банально перестреливать в самом начале первой половины своих оппонентов. Но если они сейчас смогут грамотно себя настроить, выиграть первую пистолетку, выиграть первый и желательно второй бой без потерь, хорошая экономика позволит им держаться на плаву. Но это команда Energy. И вот именно у них надо выиграть пистолетку для начала. В том плане, что тут по идее Energy просто должны закрывать. Но да, если вичи все-таки выиграют, то какие-то шансы еще будут. Друзья, напомню, что параллельно у нас также идет трансляция. Последний матч, что самое интересное с сегодняшнего дня. Здесь у нас команда Energy против Вичи Гейминг. Канапролин, трансляция КСРУ Хаб. Нипы играют против команды Рени Гейтс. Тоже очень интересное противостояние. Играют они не на оверпассе. Поэтому, если вам уже прям поднадоело, можете перелететь на карту Мираж. Но все-таки у нас тут еще не до конца все понятно. Но в каком-то плане, вот тут Андрей говорил, что если вичи гейминг... Если вы докабы, да. Но я это представляю, я это так и вижу. То есть реально есть шанс зацепиться. Но нужна стрельба. Та стрельба, которую они показывают против Fnatic. У них были и задумки. И вообще, я еще хотел в самом первом матчапе сказать, что вичи гейминг, по сравнению с тем, что мы с вами видели на азиатском майнере и на плей-ин майнере, они реально подросли, как минимум, потому что стали чаще использовать гранаты Молотова и ХАЕшки. Да, вы сегодня весь день кричали с того, как они их кидают. Да, они очень часто промахиваются, но они их начали кидать. А что будет через несколько месяцев? Задумайтесь. Представьте, что сейчас либо Тайлу, либо еще какая-нибудь азиатская команда пройдет через квалификацию стадии The New Challengers, окажется в стадии The New Legends, и вот там уже будет очень и очень несладко соперник. Но это все прям в будущем. Прям в будущем, в будущем. А у нас тут настоящая и команда NRG с 11 раундами бегут закрывать своих оппонентов. Ну, а что у нас тут будет? Команда Вичи Гейминг большой-большой секрет. Напомню, что Вичи все-таки взяли первую пистолетку, если мне не изменяет память. Но вот дальше что-то пошло не так. Я даже сейчас проверю на табуляции. Нет, все-таки Янаджи взяли пистолетку. Дальше были качели 1-1. Ну да ладно. Не будем об этом. Команда Вичи Гейминг уже занимает точку B. И сейчас... Опачки. Все-таки два хэдшота. Как Идену прилетает. Да, прям вообще изи. А вот Скинзу-то неужели не видел? А Жокинг-то убивает Дабса. И вот камбэк пошел от команды Вичи Гейминг на самом деле. Надо все-таки добить эту пистолетку. Но, кстати, скорее всего, уже будет уходить пользу ребят с команды. Вичи Гейминг. Ну и похоже, что пятерочка будет на табло уже для Вичей. Но там за этой пятерочкой и шестерочкой и семерочкой могут быть не за горами. Это на самом деле. Я же говорю, тут Energy Sports позволят себе играть не так, как они играют против топовых команд. Позволят себе несколько вольностей. Позволят, возможно, где-то сыграть в соло. Чего против Вичи Гейминг точно делать не стоит. Ну и 11.5, как ты уже и сказал. Знаешь, кто умер у команды Вичи Гейминг? Эдванд? 1.13. Ну, он на раскиде был у них. Единственный человек, который не купил армор. Я не сомневался, что они скажут. Эдванд, у тебя не летит? Дружи, давай ты купишь гранаты на пистолетке. А мы за тебя все сделаем. Так и должна работать настоящая команда. Ну, скажем так, настоящая команда должна играть вся. В общем-то. Ой, вот это вот типичный, типичный любитель Counter-Strike. Ага, вот так. Игра должна вся команда. Ну, а что, нет, что ли? Да, ты прав. Ну, вот и все. Желательно. Да. 11.5, друзья. Ну, и командующий гейминг забирает у нас пистолеточку. В общем-то. Но мы увидели, если смотреть на графики первой половины, то мы увидели качели мгновенно после забранной пистолетки. А именно форс-раунд. Что же будет у нас здесь? Конечно же, тоже форс-раунд, потому что почему бы и нет. На самом деле, и вот этот самый форс-раунд через два пистолета Диггл П-250, МПшечки и ССГшечки. Ой-ой-ой, Итан. Итан. Ого, а как омон-то вообще там живой-то остался. Ну, я видел, что-то на трейле сидел, да. Он прям смотрел, смотрел в эту позицию. Я думал, что там он сейчас только поднимет голову, а она отлетит сразу куда-нибудь подальше. Но нет. Фагли в горе, близко к дуге, может подставиться. Так как Фримен, Фримен вместе с своими друзьями тут неплохо, на самом деле, даже обосновались. И гранаты пока не откидываются. Прилетает смог на дугу. Церк со скаутом. Для церка задача минимум сделать один-два фрага. Попадает по Желкингу, забирает Желкинга, попадает по Фримену. Раздамажил. Мне по Кейзу попадает. А вот тут что-то как! О, мам! Сейчас спину просто не пережимает и ты набивает кейза. Команда Вичи Гейминг. Вы меня удивляете. Собственно, ничего. Иначе я не ожидал. А, Дабс тут может в спину зайти. Убегает. Не нужно даже ему заходить в спину. Там Бриз находит фраг по Адвенту. Фримен, как же умирает. Как команда Вичи Гейминг сейчас вот это все отдала? Я просто не могу понять. Такие ситуации, такие моменты, в которые он просто спину заходит в человек. Как ты его не перестреливаешь? Ну, вообще, вот ты вот сейчас распинаешься. На самом деле, Вичи Гейминг изначально попали в западню. Они пошли на этот Аплен, да. И замочек вот этого Асайда от NRG Sports был закрыт очень быстро. Особенно, когда церк успел забрать одного. Забрать пол-хп и даже больше половины хп у второго. И он выиграл этим умом очень много времени. Ротация успела там с коннектора перетянуться. Плюс также через КТ, с Б базы подошли молодые люди. И уже все. Численное преимущество, пистолет в упоре. Чего только не бывает в этой жизни. Это точно, даже не говорим. Ну, и вот 12-5 уже тот самый форсовый раунд, который у нас был от коллектива NRG. Он себя реализовал. Реализовал на все 100%. Более того, потерять только лишь одного игрока, значит, с экономикой. Ну, плюс-минус все хорошо. Хотя мы видим, только лишь один фармган оставили ребята из команды NRG. Значит, они хотят все-таки уверенно тут без всякой возни забирать свои раунды, да и, в принципе, заканчивать все это возню с команды Вичи Гейминг. 12-5. Ну, и Коктейль Молотова ну, прям хороший Коктейль Молотова там ровно под выход из смока. У Фагли 14 кп, точнее, 14 патрон, прошу прощения, но какая разница, если он делает трипл килл. Почему бы и нет? Еще Емку подбирает 13-5. Вообще без шансов. Ну, и вот теперь будет закуп какой-то от команды Вичи Гейминг, но там вот прямая уже финишная для команды NRG. Три маленьких шажочка до победы на карте Уверпасс. Не только Винстрайк пользуются граффити, она тоже любит красоваться своим клевым таким оформлением. Мне, в принципе, очень даже заходит. А какой тебе больше всего нравится? Стикер. Сложно сказать. Я с детства занепов, поэтому это очень много отметили граффити G2. Шанг, такое красивое. Ну что, NRG. Умитер. Как это хорошо засерфил по стеночке, еще и навелся на Аумана, но тот мог, конечно, снова откинуть гранату более под сейфовым углом. Ты видел, он просто встал типа в этой трубе и решил кинуть гранату. И это называется из-за угла чувство игры. Вот так вот действительно все прям прочувствовал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорошая флешка и фагли заметил фигсель, да, и вот теперь 5-3 уже большинство, 5 в 2, ну вот вообще ни о чем на самом деле. Как бы я сейчас не искал прилагательные, которые были прям не сильно очень прям плохими. Видел фигсель. Ну тут прям вообще ни о чем. Вот реально там три фрага от церкви, два фрага от фагли, минуты времени еще не было на табло, раунд девайс на закончился. 14-5, денег нету, но что сказать? Хе-хе. Выдержитесь, выдержитесь, денег нет, но выдержитесь. Иначе ты добавить нечего, но 14-5, два раунда конца этого противостояния. Ой, ну, ситуация, конечно, не из приятных для команды Вичи, у тех, где нет, как-то и нет толком на закупку пистолета без кеваров. Нужно что-то рисовать. Ну и давайте смотреть, что же можно нарисовать на 20-й раунд, но можно только, наверное, рисовать 15-й для команды Энерджи, потому что у Кейза здесь уже есть проблемы по хп-шечкам, цирку немножко так спину погрызли, но Фагли, есть фраг по жокингу, Фагли убивает еще и Кейза, легкий фраг для него, прям разминается, просто по своим оппонентам цирку убивает еще и Фримана. да, друзья, это 10 матч-поинтов для коллектива Энерджи против своих оппонентов. Вот здесь вот прям видно 97 против трех, да, 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 явное преимущество одного из коллективов, который, в принципе, готов уже заканчивать игру. И вот просто на секундочку представьте, Фнатики проиграли команде Вичи, Энерджи раскатали Вичи 15-5. Напрашивается вопрос, а что бы было бы с Фнатиками, если бы они встретились с Энерджем? было бы жестко, скажем так. Ну, Фнатик, по идее, должны быть тоже, ну, во-первых, они сегодня уже не будут играть, последний матч, значит, что следующий матч у них будет Возможно, завтра будет последний для них. Да, ну, возможно, они завтра проснутся, как-то придут другие Фнатики и сыграют совершенно по-другому, плюс они еще будут играть отныне все матчи БС-103, то есть, тоже, наверное, для них плюс, я думаю, что для них плюс, это более чем минус, тем более, у них сейчас будут попадаться коллективы 0-2, скажем так, по идее, хотя бы первая победа должна быть для них легкой, кто там 0-2 у нас, не помню, Грэхаунды, что ли? Тожди, 0-2? Да, Грэхаунды. Грэхаунды... 0-2, от Клудов и от Виталити. Да. Вот поэтому в натике могут каких-нибудь Грэхаунды поймать, но их по идее должны... Могут, почему бы нет, но это мы уже узнаем завтра, пока Киевска. У нас есть фраг под Апсу Брис на размене, но Адген делает фраг. По-прежнему, патрон нужно экономить, очень сильно экономить надо. Зачем, если ты мерз? Не, просто вопрос был к тому, что если бы его сейчас на бочка так быстро не зафокусили, с монстром надо было бы чем-то справляться, а если у тебя в магазине 20 минус 10 патронов, это 10, и это вообще-то не круто. Тебе на двоих может не хватить? Может. Поглядин. Не хватит. Опять же таки, смотри, у него есть опция пойти, так сказать, напакостить, выбить девайсы. Как тебе такая опция? Нравится? Отлично. Денег много, нужно идти. Но там просто никого уже, хотя Адвент вот. Вот Эдвант только. Не муда пойдет, поэтому шанс будет хороший. Так это Эдвант. Ну да, то Изи. Ну ты понимаешь, да, что мы про Эдвант. Да, Изи вообще сделал фраг по Фагли. Даже не ощутил, это его третий фраг. Поздравляем. Как бы. Вот. Самое верное. Один матчпоинт отыграли. Скажем так. Еще осталось 99. Почему бы и нет? Почему я так смеюсь, действительно? Почему же я так смеюсь? друзья. А это 13 часов эфира. Не, да я вообще даже забил на это на самом деле. То есть, здесь дело не во времени, дело в том, что я за сегодня вместе с тобой видел очень многое. Наверное, я уже это говорил и повторюсь в сотый раз, но этот мажор и вот эта стадия, она запомнился очень многим надолго. Потому что здесь было все. Ну, а так, в принципе, каждый мажор, по сути, с какими-то интригами, с какими-то сенсациями. Мажор без интриг и сенсации это просто не мажор. Поэтому, ну вот не знаю, если у тебя фнатьки 0-3, это прям вообще будет что-то очень жесткое. В общем-то, как когда-то, наверное, Вегу. Также журили на 0-3, в итоге она приехала 3-0 выиграла. Еще и Нипов переграла. И стайков тоже. Да, ну, поэтому, скажем так, друзья, интересно нас ожидает не только сегодняшний день уже, но и завтрашний день. Приходите обязательно на трансляции. Завтрашние наши. Ну, а пока у нас все еще тут этот матч и 15-6 NRG. Ну, у них еще одна попытка закрыть сейчас своих оппонентов. Церк, 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 промахивается, но фагли там стоял. Там был фагли на подстраховке, да. Если бы что, он убил, он правда делает фраг, а тут фагли заходит в спину и нужно все-таки давать деру, хотя фомута на... А там в этот момент дугу просто прорашили, сейчас идут забирая атауна дает инфу. Хьюстон у нас, дыра на аплэнте, срочно вызовите нам ГГ. Да, срочно вызовите нам ГГ. Не церк. Церк. Адвендастся за последним вместе с кейзом. Скажем так, три фрага, это, конечно, здорово, но здесь кейз, только фиш один, сделал фраг по фагли, ну и похоже, что это, друзья, уже габела, такое не тащится, тут уже дуэль снайперов, которую церк все-таки выигрывает. 16-6. Поздравляем с легкой победой, ребята, с командой Energy. Well played. Да, да, это было круто, красиво. Но сегодня, друзья, мы будем с вами прощаться и заканчивать, опять же, очень крутую трансляцию. Да, завтра, разумеется, по-прежнему студия RUHUB, у микрофонов для вас работали весь сегодняшний день, Александр, за коллегой Думенко и мой коллега Андрей Нишарт. Друзья, не забывайте также подписываться на соцсети RUHUB, на нашей соцсети и не забывайте, что прямо сейчас параллельно у нас идет матч NIP против команды Greyhound, поэтому тоже залетайте туда, рингет, точнее, прошу прощения. Ну, а мы с вами прощаемся, до завтра, всем удачи, доброй ночи, пока-пока.